А у нас на 28-й пиар вечеринки ТВ Шанс вот такая интересная гостья, визажист Светлана. И я уже вот подслушала, что это личный визажист, еще вот замечательной артистки Вива Скрипка. Вот расскажите о себе, пожалуйста. Здравствуйте, я очень рада дать вам интервью, мне очень приятно. Вива Скрипка у меня самая действительно любимая звезда. Я профессиональный визажист и междизайнер, ну с приличным уже, скажем, работой. У меня есть мои любимые звезды, но мы не раскрываем это в целях конфиденциальной информации. В данный момент я обратила внимание на рынок, развивающийся рынок косметики и о том, какую деятельность вы проводите с детишками. И в какой-то момент меня действительно толкнуло на мысль. Я организовала благодаря своей команде свою собственную компанию по запуску линии косметики профессиональной, декоративной, безопасной для детей. И я посчитала, что действительно это очень важно. Вы проводите очень много музыкальных конкурсов, у вас танцуют талантливые дети, они поют, они выступают. И безусловно им требуется профессиональный, грамотный грим. И в данный момент, как бы сказать, мы вышли на прототип и теперь можем смело рассказывать об этом, соответственно, миру. Нам есть, что показывать, мы проводим клинические испытания. И VivoScripk, она одна из тех многих людей, ну в частности там публичных, кто очень классно поддерживает и всячески участвует в развитии бизнеса. Подскажите, а как называется ваш бренд? Компания называется The Expert Cosmetics. Ну, получается, Эксперт Косметикс звучит как-то легче для нашего зрителя, а если и слушателей. Вообще, The Expert of Cosmetics Company. А как вас можно найти в социальных сетях? Я веду два блога на платформе Facebook. Для нас пока она самая приоритетная. И есть еще частные сайты, но находятся не очень легко. Сам блог, посвященный моей работе со звездами, в моем портфолио, первые наработки выкладываются в блог Эксперт Косметикс. Как слышат, так и пишутся на Facebook. И я веду личный блог руководителя компании Эксперт Косметикс, блондинка и стартап. Очень здорово. Расскажите, вот как важно в жизни подобрать для себя правильный макияж? Потому что вот есть многие артисты, на самом деле, наблюдаю их часто, которые как на сцену, так и в жизнь. А вот тут вы абсолютно правы. Надо подбирать грамотный уход. То есть сцена – это публичный профессиональный макияж, стойкий, красивый, эффектный. Но он не обладает уходом. Вот у вас красивая нежная кожа, у вас красивый макияж. Сразу видно, что когда вы работаете, у вас профессиональный макияж. А когда вы в обычной жизни, вы ухаживаете за собой, это очень важно. Давать коже отдохнуть от косметики, восстановить и, ну, как бы сказать, регулировать водно-липидный слой кожи. То есть увлажнять, очищать правильно, мягкими средствами, не, ну, как бы, без содержания павов, щелочи, пегов и всевозможных резких реагентов. А у детей это особенно очень важно, потому что детки, они любят краситься, им нравится ходить в образе. Но детская кожа, значит, не, ну, как бы, не восстановлена, не нормализован баланс. Гормональный фонд еще не сформирован. Поэтому, если говорить о детях-звездах, то стараться максимально быстро снять профессиональный грим, восстановить кожу правильными средствами. И после этого постараться объяснить все-таки маленькому красивому солнышку, что если она хочет быть красивой от 5 до 85 и выше, то нужно регулировать профессиональный макияж с уходовым макияжем. Спасибо, что вы задали этот вопрос. Это так важно на самом деле. Мне очень приятно, что я могу донести эту информацию до вас. Спасибо вам огромное. И девочки, девушки, женщины, пожалуйста, ищите в Светлану в социальных сетях, обращайтесь к ней. Я думаю, что она поможет массой полезных нам советов, а мы пойдем секретничать о своем. Поэтому всем пока. Спасибо. Спасибо.